привет друзья как звук как звук поставьте плюс если звук хороший мы сегодня в нашем офисе в башне федерации 18 этаж всем привет сегодня мы пообщаемся с оксаной друзья и тема нашего наш онлайн-трансляции будет связана с канадой я позадаю вопросы по канаде ребят поставьте плюсики кому канада вообще интересно для иммиграции в общем сначала задаем вопросы оксане а потом отвечаем на ваши вопросы друзья в трансляции матом не ругаемся сразу прям кто-то если начнет ругаться я сразу прямо убираю с трансляции блокирую так кто не было у нас в офисе в башне федерации сейчас вам бы покажу что у нас тут есть пойдем и так у нас это все выглядит огромная площадка каворкинг зона как нью-йорке но стрит такие у нас там виды ребята которые приезжают к нам из бишкека которые были в нашем офисе делают тут фотографии всем это все очень нравится это кстати наша комната 35 с правда сегодня здесь никого нет наш флаг америка привет привет сейчас вернемся самое начало и позадаем вопросы оксане человек эксперт в области эмиграции в канаду долгое время занималась подбором кадров для иностранных компаний своя школа онлайн курса английского языка по моим последним новостям которые я сделал вы наверное теперь знаете что скоро америка перейдет на ту же самую систему что и канада хочешь грин карту учи английский язык получай профессию даже если выиграл грин карту подтверди знания английского с одной стороны это хорошо с другой стороны это не очень хорошо раньше была планка 12 процентов квалифицированных специалистов которые получают грин карту даже для выигрыша грин карту для в соединении семьи сейчас это будет больше 50 процентов соответственно английский язык нужно учить ну и плюс канада так сейчас ребят найдем место где мы все занято все занято туда же да вот такой у нас тут вид интересный да можно вот здесь прям присесть надо вот сюда тут бутылка наверное не знаю чем оксана оксана скоро мы с тобой проведем вебинар когда это произойдет я думаю что в течение недели плюс минус 2-3 дня понял вебинар с чем будет связан вебинар будет посвящен именно программам по иммиграции по требованиям которые представляют те или иные программы по иммиграции также там мы обсудим мало список работодателей список профессий более востребный востребные профессии да что еще уровень английского обсудим все 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 программы затронем понял в общем либо частно смотря какой будет запрос от аудитории понял оксана скажи вот с чего начинается иммиграция в канаду вот допустим тебе пришел человек и говорит я хочу иммигрировать в канаду это просмотр сбор документов конечно без языка скажи уровень английского языка зависит от выбранной программы в будущем безусловно если ваш уровень английского хорош более чем intermediate то есть это хороший разговорный просто рабочий язык да вы можете претендовать на такую программу как федеральная программа еще что то то есть на высококвалифицированные рабочие места если английский низкий то там нужно смотреть по другим каким-то пилотным проектам я знаю что канада я знаю что канада периодически выбрасывает на рынок всякие разные пилотные экспериментальные проекты где требования к английскому языку очень низкие и квалификация специалистов сейчас существует несколько таких пилотных проектов мы это тоже об этом будем говорить на вебинаре и там уровень английского всего 4 балла по IELTS это не много это все лишь базовые знания но это чуть выше чем базовые знания это общение на общебытовые темы и общий уровень английского языка и там не только нужно высококвалифицированные рабочие но и очень много рабочих профессий прям просто нужно закончить школу иметь опыт работы хотя бы от года и английский язык 4 балла это немного но самое важное это джок-офер от преподателя я понял я понял а скажи сколько нужно времени чтобы протестировать знания английского языка допустим вот у тебя в твоей компании протестировать это просто узнать это достаточно 10-15 минут чтобы поговорить с человеком иногда это достаточно там 2-3 минут по телефону ну я имею в виду по видео или аудио связи то есть если человек не владеет языком это сразу понятно ну и понятен какой уровень если человек владеет языком то можно пообщаться в течении 5-7-10 минут на языке и в принципе наши эксперты могут определить английский достаточно быстро разговорный а также у нас есть авторский тест который разработан талантскими лингвистами мы его тоже дарим в подарок нашим подписчикам нашим участникам наших программ тоже вот по онлайн школе и там всего 30 вопросов и он тоже дает понимание языка он авторский то есть его в открытых источниках нет то есть двумя способами либо по телефону либо заполнив тесты ты сразу понимаешь где человек я понял по финансам и по всем остальным вопросам по срокам и так далее это все будет рассказано в наших вебинарах то есть на вебинарах будет презентация все полностью расписано в какие компании можно попасть вот я уже убрал у нас здесь из чата двух людей которые могут общаться только ненормативной лексикой к сожалению у нас есть и такие видимо русские знают только в таком ключе оксана скажи вот уехать допустим в америку по рабочему контракту или уехать в канаду по уровню сложности как ты думаешь куда легче в канаду или в америку на мой взгляд канада почему потому что это в принципе легальная страна и если ты делаешь знаете есть такой девиз кто не рискует тот не пьет шампанского так вот с канадой все по другому кто рискует тот не пьет шампанского не нужно риски нужно просто правильно подготовить документы если у тебя правильно подготовлены документы канада открывает двери для мигрантов это они борются с нелегалами и они рады людям которые готовы на них работать которые готовы развивать своих детей свои семьи в стране страна иммигрантов но они не хотят знаете таких трудней естественно поэтому поэтому и предъявляется требования к английскому к адаптации в стране то есть вот этот вот индивидуальный план переселения то есть чтобы человек ну немножко понимал куда он едет зачем он едет и отдавал себе от чем ну то есть вопрос ответственности я понял там есть программы где нужно подтвердить что ты работаешь на той или иной должности какое-то время да есть чтобы подтвердить свою квалификацию вот кстати по поводу эмиграции в сша друзья сша это отдельная тема уехать сша по рабочему контракту некоторые категории визы просто закрыты для снг так что америка может быть и легкая страна для эмиграции но только не по рабочим программам потому что даже для российской федерации для америки программы закрыты тем более что сейчас президент сша он всячески старается удержать и повысить уровень квалификации своих сотрудников внутри уже сша то есть брать кого-то извне квоты закрыты и для россии и для снг если там кто-то предлагает офферы и хочет за это деньги то это просто с вас просто хотят поиметь денежку и не факт что вы туда попадете это если говорить про америку в канаде они очень открыты все есть в открытых источниках в открытом доступе и если они сказали что-то написано что-то сказано то они идут по договоренности то есть в канаде достаточно если ты что-то из себя представляешь или хочешь что-то из себя представлять если после 45 там конечно очень маленькие шансы эмигрировать я имею ввиду быть первым иммигрантом ну то есть не скажем так не локомотив я имею ввиду достаточно одного члена семьи который идет на все программы то есть подает нам заявление его тестируют и так далее а вся его семья идет к паровозу вот если ты локомотив и тебе больше около 45 то шансов меньше хотя если это какая-то нефтегазовая промышленность если это что-то что очень востребовано то конечно люди пойдут в смысле главное нужен хороший опыт если по высокому я понял так друзья сейчас я отвечу на ваши вопросы по поводу финансов уже сказали что чуть-чуть позже будет вебинар вот не в рамках вот этого общения Оксана чем ты занималась вообще кого вы подбирали что это были за кадры что за компания ну достаточно международные в основном компании это ритейлеры это промышленные компании производства полипропилена в основном да это банковский сектор был у меня то есть финансовые сотрудники в основном у меня были но я занималась такими топ-менеджерами потому что это же все-таки ну я оказывала консалтинговые услуги да и поэтому рабочими мы не занимались в основном да но именно по иммиграции там есть очень большой скажем так большая востребованность по иммиграции по иммиграции понял в общем друзья у нас скоро будет с Оксаной проведен вебинар я думаю что это будет десяток числа сентября еще будет много рекламы это все можно будет посмотреть вот компания Оксаны экспертная компания будет искать офер в Канаде помогать с трудоустройством и подтягивать уровень английского языка для того чтобы можно было претендовать на более высокую квалификацию соответственно с другими возможностями потому что программы бывают разные по каким-то программам можно приехать и уехать и по каким-то программам можно получить вид на жительство остаться и иммигрировать вот то что так сейчас по вопросам так по Евросоюзу друзья будет в ближайшее время также вебинар с Алексом который находится в Букаресте сейчас срок изготовления паспорта в Румынии год плюс-минус 2 месяца по Польше у нас Женя с Татьяной вот то есть как вообще строится взаимодействие вы пишите допустим в комментариях ваша заявка попадает сначала из комментарии мы вас отправляем в Директ это зона области моя то есть отвечаю на комментарии в основном я дальше я отправляю в Директ в Директе у нас есть также 2 девушки которые обрабатывают заявки после этого уже смотрят какое направление и какому эксперту отправить то есть если допустим мы говорим про Польшу то вы попадаете к Татьяне или к Жене если мы будем говорить про Канаду то вы попадаете к Оксане и к ее экспертам если мы говорим про США это Алексей и Татьяна также если мы говорим про Румынию то это Алекс то есть консультация со мной по Мексике у меня есть такая услуга когда я общаюсь в течение часа рассказывают про то как там в Мексике как лучше въехать как вы знаете сейчас проблема въезда в Мексику она остается проблемой потому что президент США не может запретить иммиграцию через Мексику но используя внутренние инструменты давление как он это сделал с Мексикой когда просто захотел ввести торговое эмбарго для того чтобы увеличить ставку имеется ввиду налог на въездные товары на эксперт то президент Мексики сказал нет мы остановим иммиграцию и начались проблемы в аэропортах но тем не менее когда ты в этой теме варишься есть возможность все это обойти так ребят по Канаде готовьте прям много-много вопросов мы ответим на них на ближайшем вебинаре так выглядит наш офис офис находится у нас Федерация Москва-Сити и друзья кому интересно пройти онлайн школу и открыть свой визовый центр получать клиентов нашей компании обучиться вот у вас будет не менее 50 разных направлений услуги обращайтесь подскажем поможем расскажем вопросы онлайн школы визового центра франшизы у нас курирует Анастасия как правило она есть в сторисе то есть есть ее адрес где вы можете кликнуть и оказаться на ее странице также существует возможность через главную страницу нашего инстаграма перейти в топлинк и кликнуть соответствующую ссылочку это может быть ватсап это может быть вайбер телеграм и так далее вот что касается обучения у нас есть сейчас пять пакетов обучения в одном из пакетов у нас организуются встречи в москве в офисе вы находитесь рядом с нами вы общаетесь с людьми которые вас обучают живую также у нас есть пакеты по обучению онлайн я конечно приверженец того чтобы люди обучались онлайн и в каждом пакете есть личное общение со мной с Екатериной с Вадимом и так далее восемь часов в месяц и более ну и самое главное то что вы получаете клиентов у нас все официально компания крестинский партнерс корпорейшн у нас зарегистрирована в Нью-Йорке в Бруклине это можно посмотреть я периодически выкладываю нашу лицензию в сторис сейчас прямо специально для ЗИБРА ГАМИ ГИМОВА 69,5 сейчас я вам выложу лицензию нашей компании вот и ну и соответственно компания у нас зарегистрирована в России также сейчас оформляется кадровое агентство в Праге вы видели в наших сторисах и в ленте по Чехии что даже у нас есть из юстиции и Праги когда мы подавали документы на оформление компании вообще в Евросоюзе интересно строится взаимодействие с работодателем с кадровыми услугами с поиском для работодателя работников вы должны получить определенную лицензию для того чтобы стать кадровым сотрудником и привлекать кого-то со стороны сейчас у нас это все оформляется да друзья сейчас я выложу это в сторис поставьте плюсы кто умеет пользоваться сторис и смотреть видео сторис пожалуйста потому что у меня такое ощущение что у нас просмотры до 10000 всего на всего сторис получаются хотя уже больше 133 3000 человек в подписчиках друзья поставьте плюс кто умеет пользоваться сторис и вообще знает что это такое отлично 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 в общем программа по переселению из польши из польской компании в германию в норвегию в швецию в чехию работают получить рабочую визу в чехию или в германию с низким уровнем языка чешского или немецкого очень сложно только через польскую компанию об этом у нас постоянно говорит Женя наш эксперт который находится сейчас в Варшаве в Польше да это как раз тот парень который делал видео прямо с завода на котором он сам как бы и работает и трудоустраивает людей там сейчас вакансии по-моему на 350 мест средняя зарплата 1200 евро и выше все зависит от наработки сколько вы работаете переработки сколько часов выходные и так далее и так далее такие у нас виды из окна это нет это не в Польше в Польше пока таких зданий нет ребят это не Польша хотя Польша мне нравится особенно Варшава там есть здание сталинская высотка прямо в самом центре возле вокзала друзья кому интересно открыть свой визовый центр обучиться работать из любой точки мира взаимодействовать с нашими экспертами по всему миру пишите нам пожалуйста ждите наши вебинары не пропускайте будет много всего интересного и по документам сейчас мы выложим это Москва башня федерации Москва-сити метро деловой центр кстати интересно построена система каворкинга тут можно занять любое место и использовать любое место у нас есть комната своя и как раз уже ребята приехали сегодня к нам ждут Алексея как раз ребята из Казахстана у нас обычно клиенты приезжают и делают тут сторисы фотки как раз мы говорим и его ребята как раз вот Лешу ждут Лешу приехало огромное количество людей все оксана ждем твой вебинар по Канаде ждем от тебя в ленту новостей много-много всего что ты там сейчас можешь нам предложить Ребят а вы пожалуйста задавайте вопросы чтобы вебинар был полезен чтобы мои посты и мои видео были тоже полезны задавайте как можно больше вопросов что интересно то и будем освещать чтобы то не было просто так ну пальцем в небо хотя мне приблизительно понятно ну какие вопросы общие да мы их естественно осветим но вдруг есть какие-то частные вопросы или что-то еще пожалуйста будьте активны все понял хорошо ребят следующее мое видео будет из Праги ну и дальше Мексика любимая Мексика границы Тихуана Мехикалия Хуарес будем освещать ситуацию в Мексике все друзья всем спасибо за участие всем пока пока спасибо ссылки на вебинар обязательно будут всем спасибо